Слышал мнение, что они получили одобрение Путина, так как рассчитывали на второй Алибаба. Кадыров только зачем здесь публично выступил, непонятно. Начнем тогда с главной темы этой недели, наверное. Даже не знаю, как бы я эту тему, если бы я писал на эту тему статью, то как бы я ее озаглавил. Я бы это назвал разделение Wildberries, или как я бы сказал, обращение к крестному отцу Кадырову. Как вообще, я не знаю, я пока не думал на эту тему, как назвать такую статью. В общем, на этой неделе к Рамзану Кадырову приехал муж и сооснователь компании Татьяны Бакальчук и сооснователь этой компании Wildberries. Приехал к Кадырову за справедливостью. Оказывается, у него рейдеры, значит, и жену отжали, и бизнес пытаются отжать. Кадыров его выслушал и сказал, что он дает слово, но он не позволит никому из семьи, там, спросил, сколько детей, что немалого, спросил, сколько у вас детей. Тут, сказал, семеро. Кстати, необычная ситуация для российской среднестатистической семьи, чтобы там было семеро детей. Тем более у богатых людей это вообще редко такое встречается. В общем, говорит, семеро детей, которые, говорит, вот жену, говорит, из дома забрали, там, семеро детей какие-то там, значит, назвал фамилию каких-то армян. Сказал, что там за ними стоят еще какие-то кавказцы, и он их не считает вообще людьми, и он, значит, не позволит подобное, дает слово, что он этот вопрос решит. Ну, и, естественно, после этого Бакальчук записала там отдельное видео, сказала, что она, что никто ее никуда не выкрал, что никакая она не кавказская пленница. Это просто с мужем у нее развод, а здесь слияние двух компаний. Короче, на эту тему уже многие люди, многие журналисты, расследователи, комментаторы, блогеры, в принципе, эту тему все развернули. Я думаю, вы в целом в курсе того, что там происходит. Меня искренне удивили другие ребята, которые на полном серьезе стали рассуждать на тему, что вот Кадыров попер против Путина. Почему они стали так рассуждать? Эта сделка по слиянию, значит, Wildberries с какой-то там Рус, рекламной какой-то компанией, Рус, по-моему, называется, она была одобрена самим Путиным, то есть там есть, оказывается, бумага, которую, значит, занесли к Путину, на этой бумаге были расписаны все плюсы, ништяки этого слияния, что там будет вообще огромная компания, у них будет свой, значит, своя финансовая там система, которая заменит SWIFT, то есть теперь внутренние вот эти все платежи, это чуть ли там полноценный такой игрок-конкурент Alibaba, Aliexpress, таким очень крупным ритейлером. И Путин написал, значит, на этой бумажке, написал, типа, поддержать или поддержите что-то такое, и там какой-то Орешкин в его администрации ему, значит, правил, тот якобы это курировал. И, естественно, эта компания, рекламная компания Рус, она очень маленькая по сравнению с Wildberries, и как минимум нелогично выглядит и очень подозрительно выглядит слияние огромной компании Wildberries с триллионами оборотов в год, с 5% российского ВВП, это очень серьезная компания в России, и какая-то мелкая компашка рекламная, у них там рекламные щиты, то есть само по себе такое слияние, причем слияние, которое происходит не то чтобы даже на равных, а руководители вот этой вот маленькой рекламной компании еще решают, сколько у этих будет там акций, понимаете? В целом видно, что это такой классический захват рейдерский, но оказалось, что, значит, там есть виза Путина. И вот теперь, и, кстати, Багальчук в своем ответе говорит, она не называет, конечно, фамилией Путина, но она говорит, это, мол, одобренная сделка, что означает, что там на самом верху одобрена. И вот, значит, ребята некоторые, комментирующие тему, заявили, что, значит, это ничего себе, Кадыров попер против решения Путина, поручил там Делимханову разобраться в этой ситуации, а еще забыл же я момент, за этим, за этой компанией РУС стоит вот тот самый кавказец, о котором говорит Кадыров, это Сулейман Керимов, он, его имя там нигде не фигурирует, не называется, но, значит, за этой компанией стоит, значит, этот Сулейман Керимов, это общеизвестный такой факт, это подтверждено там различными расследованиями бумагами, то есть это в этом нет сомнений, и, соответственно, этот камень был якобы в его огород. И вот, значит, эти люди начинают вот так раздувать такую тему, что вот-вот настолько Кадыров стал самостоятельным, он вышел из-под контроля уже и попер теперь против самого Путина. Я завидую даже блаженству этих людей, кто на полном серьезе это обсуждает. Я понимаю, может быть, кто-то такое говорит с целью там спровоцировать что-то типа, чтобы там Путин подумал, что-то, ну блин, неужели вы не понимаете, что это, что не работает это так, ну неужели непонятно, что Кадыров никогда эту саму встречу не проведет с этим Бакальчуком без того, чтобы удостовериться в том, что там нет никакого выпада в сторону Путина. Мы же живем с вами в реальной жизни, мы ведь понимаем, что такое, ну не сделает он этого, он кого угодно там, он своих родных и близких положит на алтарь, лишь бы не пойти против слова Путина. Это просто нереально. То есть, явно понятно, что в этой ситуации он сначала удостоверился, возможно, Путин там даже поставил свою какую-то визу, но Путин не ставил визу для того, чтобы там реально отжали эту тему. Или же, может быть, там заранее уже эту тему пролоббировали, но в любом случае Кадыров в эту тему влез только после того, как убедился, что для него это безопасно с точки зрения воли Путина. Понимаете, в этом вообще, ну я не знаю, как в этом можно сомневаться. И самое интересное, вот те, кто, допустим, искренне верит в то, что вот Кадыров попер против Путина. Хорошо, ну вот неделя уже прошла. Как вы себе это объясняете? Вот за эту неделю должно было что-то произойти, если ты попер против самого главного хозяина Кремля. Неужели за эту неделю никакие там на ковер никого не вызвали, не пришлось Кадырову обратно проводить встречу или записывать видео, объяснять, что это все вообще было не так. То есть какого-то отката не произошло. Спецназ ФСБ на вертолетах не высадился в резиденцию в конце-то концов. Ничего не произошло. Кадыров под предлогом рабочей встречи там с Путиным не отправился в Кремль. То есть как вы себе это объясняете? Вот просто он взял такой выпад, сделал против Путина, и потом вот целая неделя проходит, и мы такие живем, ничего не происходит. Песков дает официально позицию Кремля, что типа мы не наши компетенции, мы туда не вмешиваемся. Ну, ребята, это нереально. Я не знаю, конечно, всех там тонкостей, всех деталей этой темы. Явно понятно, что действительно эта компания, там происходит как минимум нелогичное слияние. Это очевидно. Я думаю, что действительно в этой ситуации какой-то наезд на Бакальчук, реально попытка какого-то рейдерского наглого захвата там произошла. Скорее всего, это на какой-то уровень вывели, там где-то на этом высоком уровне какие-то разговоры произошли. И потом уже, когда Кадыров убедился, что в эту ситуацию можно влезать, он тогда провел вот эту встречу, в которой он выглядел как такой крестный отец. Это вообще отдельная тема, конечно. Сразу же появились мемы на эту тему. Вот так вот Кадыров на самом деле, вы же понимаете, что он там сидит не с кошкой и не с этим цветком. Но это отсылка к фильму «Крестный отец». Вообще, в целом ситуация очень, конечно, напоминает. Единственное, внешний вид у Дона Корлеона, он соответствовал реально такому крестному отцу итальянской мафии. Он выглядел соответствующе, достойно. Кадыров выглядит, конечно, как какой-то шут горох. Кстати, вот еще раз я вам покажу. Смотрите, вот это вот, сохраните себе даже эту картину. Можете ее дома своим детям показывать. Если у вас мальчики будут спрашивать, допустим, ваши сыновья, как мужчине не стоит выглядеть. Вот вы можете показать вот эту фотографию вот так. Никогда, ни при каких условиях мужчина вот так выглядеть не должен. Тем более, когда происходит такая встреча на таком уровне, к тебе пришли за справедливостью, и ты сидишь в какой-то толстовке, Ахмад Сила. В общем, это отдельная история о том, как выглядит Кадыров. Но смотрите, вообще, в целом ситуация очень комичная. Потому что в крестном отце, в этом фильме, там реально приходили за справедливостью к этому Дону итальянской мафии. И вообще, в целом, для России особенно, это такая привычная тема, когда для того, чтобы добиться быстро справедливости, обращаются не какие-то правоохранительные органы, а обращаются к каким-то там людям, решалам, которые могут очень быстро вопросы решить. Для России это вообще классическая такая тема, но такое практикуется даже в этих развитых европейских странах. Потому что иногда людям гораздо быстрее бывают, допустим, какие-то мелкие вопросы решить через авторитетных каких-то людей, чем идти за правосудием, там, правоохранительные органы. Это бюрократия, это долга, на это уходят твои же, опять-таки, средства на это все уходят. Поэтому люди иногда предпочитают решать вопросы через каких-то там авторитетных решал. Но это вообще другого уровня вопросов, вы понимаете, когда, ну, Wildberries, это какой миллион? Это триллионы в рублях. Это 5% ВВП всей страны России, огромной страны. Это на таком уровне вопрос. И вот настолько комично, когда настолько глобальный вопрос пришли решать не в суд, не в полицию, не в прокуратуру, не в антимонопольную комиссию или комитет. В общем, никуда, не в государство обратились, а одни занесли этот вопрос через записку к Путину и там получили одобрение, что уже ненормально. Почему президент страны должен одобрять слияние бизнес-перпораций? Причем эта Wildberries, она вообще семейная. Как это работает? Представляете, на какой уровень вот эта вот криминальная вот эта среда, она теперь настолько вышла на государственный уровень, и это уже не скрывается, что президент решает вопросы слияния бизнес-корпораций. А потом ущемленный в этом слиянии, человек, чьи интересы там не были представлены, он чувствует несправедливость, в поисках этой справедливости он идет опять-таки не в прокуратуру, неизвестный комитет, полицию или суд, он идет к Кадырову, и Кадыров в лучших традициях фильма «Крестный отец» единственное, кроме внешнего вида, он сидит и его встречает и говорит, «Сколько там у вас детей? Семеро? Ты пришел ко мне, просишь меня, но ты делаешь это без уважения». В общем, это на самом деле очень смешная ситуация. Я когда впервые его только эти кадры увидел, у меня сразу всплыла в памяти эта картина из «Крестного отца», и смешно то, что так сильно критикуя 90-е, так сильно пугая людей этими 90-ми, по сути страна на официальном уровне, на государственном уровне вернулась в эти 90-е. Теперь просто какой-нибудь там вор в законе в 90-х, кто мог, допустим, дед Хасан, да, такой был, например, очень такой серьезный, влиятельный вор, вот просто его сейчас заменил Путин, Керимов и прочие подконтрольные Путину олигархи, его губернаторы, наместники, и они теперь между собой вот эти вот вопросы решают. Представляете, компании с триллионными оборотами вынуждены обращаться к этим людям за справедливостью. Вот куда эта страна докатилась. Это на самом деле удивительно. Удивительно, что мы сегодня на наше поколение, вот пришло это, вообще на наше поколение столько всего пришло, на самом деле, мы столько всего увидели. Удивительно то, что мы, подойдя к этому этапу, мы уже как-то смотрим на это обыденно. Хотя я уверен, лет 20 назад, вот скажи кому-нибудь, что вот так будет, или лет 20 назад скажи, что кто-то там куда-то обратился. Это был бы такой шум, это настолько бы у людей удивило. А сейчас это что-то такое обыденное, настолько стремительно все изменилось. Бокальчук в интервью сказал, что обращение к КРА ему помогло. Конечно помогло. Конечно поможет. Я же говорю, это все изначально было так спродюсировано. Кадыров бы не влез в эту ситуацию, не узнай он, что он может туда влезть, что вот это вот его вмешательство никак не навредит ему, что это никак не будет воспринято Путиным, как какой-то Димаш с его стороны, он бы никогда в эту тему не влез. Он бы этого Бокальчука и всех своих родных и близких съел бы с потрохами, чтобы с Путиным не поссориться. Я, честно говоря, удивляюсь тем людям, кто на полном серьезе это преподносят, что вот Кадыров уже выходит, или вышел уже из-под контроля Кремля. Все, он выступил против Путина. Да вы серьезно, ребята? Как думаешь, Бокальчук не думал раньше, что на ее компанию положат глаз? Она по-любому готовилась к этому, не просто же так бывает. Нет, все возможно, я не знаю, на самом деле там какие-то предпосылки у этой истории есть. И когда они только объявили о слиянии с этим РУС, уже тогда удивились этому, сказали, что что-то там не то. Ну не может, вы понимаете, такого уровня огромная компания и какая-то там мелкая рекламная компания на равных объединяться. Это нелогично. Поэтому уже тогда было, конечно, понятно, что что-то там происходит. В общем, развязка этой истории, она будет очень интересна. Я прямо ее жду. Очень серьезно. Дилимханов, значит, занялся этой темой. Кадыров туда впрягся. Там вы на самом деле очень такие серьезные игроки со всех сторон в этой теме. Участвуют именно, по крайней мере, очень влиятельные в России. И мне прямо интересно, чем это все закончится. Я думаю, конец этой истории по-любому будет не в пользу Бокальчуков. Я думаю, компания уже все ушла. И только через определенное время мы, наверное, узнаем, что там на самом деле было, какие там, перед каким выбором ставили и эту Татьяну Бокальчук, и ее мужа. Понятно, что победителями из этой всей ситуации выйдут совершенно другие люди. И весь вопрос сейчас Кадыров, Керимов, и какие-то государственные чины, чьи имена мы не знаем. Вот сколько они из всей этой темы получат? Какую выгоду они из этого придут? Вот весь вопрос сейчас в этом. По поводу Бокальчуков там вопрос даже не стоит. Все крупные компании принадлежат глобальной мафии, и неважно, кого поставили порулить. А в какой момент эта компания, крупная компания становится начинает належать мафии? Любая компания, она же сходу не бывает крупной, она сначала начинает с каких-то там мелких вопросов. Потихоньку, потихоньку, потихоньку так становится все крупнее и крупнее, больше доходов, выкупает еще какие-то там компании, слияние происходит. То есть таким образом они расширяются. В какой момент так получается, что раз и она в руках у мафии? Может быть, сейчас там происходит с Вайлдберрис, как раз вот этот процесс, может сейчас она переходит в руки мафии. Слышал мнение, что они получили одобрение Путина, так как рассчитывали на второй Алибаба. Кадыров только зачем здесь публично выступил, непонятно. Ребята, я вам еще раз хочу напомнить, что Кадыров, если в эту тему вступает, значит, он изначально понимает, что против Путина он не идет. Возможно, Путин реально эту тему одобрил, но после того, как одобрил, например, ему объяснили, что там не все так, как ему преподнесли. И он сказал, окей, тогда разбирайтесь. В любом случае, без вот этого понимания, что Путин не против, Кадыров в эту тему не пойдет. Это вы должны понимать. Кадыров самый лояльный из всех лояльных Путину в России людей. Но не пойдет он против Путина. Если бы даже такое произошло, допустим, настолько он ступил, может под кайфом был, что-то такое сделал, но мы уже неделя ведь прошла, мы бы с вами увидели какой-то откат этой истории. А неделя прошла, ничего мы не видим, мы видим только ситуация дальше раскручивается. Ну, делайте выводы, значит, нет там никакого одобрения Путина, если даже изначально оно было, либо оно было не для того, для чего они это в итоге взяли, но Путин, по крайней мере, это не так, возможно, понял. Либо Путин в какой-то момент передумал, либо Путин ожидал большего, но поняв, что он не получит то, чего ожидал, дал разрешение на то, чтобы туда Кадыра влез, но факт, что Кадыра туда влез, только поняв, что Путин не против. Есть ли в Швеции на воду Вайлдберрис компании большие? Я не знаю, честно говоря. Компании большие, конечно, есть в Швеции, но если ты имеешься именно какой-то аналог Вайлдберриса, то я не знаю. Я, честно говоря, не совсем и Вайлдберрис-то знаю, чем они там занимаются. Когда я был дома, Вайлдберрис какой-то популярной компанией точно не была, я, по крайней мере, никогда о ней не слышал. Это только вот в последние годы я стал слышать про Вайлдберрис. Вайлдберрис. Продолжение следует...